Привет, друзья! Я Ирина Фролова, а это программа о стильном декоре своими руками с украинским, как вы знаете, акцентом. Разумеется, в каждой нашей программе мы создаем волшебство. На этот раз будем его создавать при помощи техники Декупаж. Была обычная ключница, а станет ключница с характером. Нам понадобятся ключница из дерева, салфетки с тем рисунком, который вас вдохновляет, акриловые краски, кисти, клей, вода, ножницы, спонжи и прозрачная пленка, которая хорошо держит форму. Итак, первое, что вам нужно сделать, это определиться, разумеется, с предметом, который вы будете декорировать. Мне захотелось сегодня поработать с ключницей. Вот она у нас красивая, лаконичная, несколько выбеленная, как вы можете заметить, и достаточно вместительная. Гляньте, можно сюда все ключики разместить или, возможно, какие-то другие ценные предметы, которые необходимо подвесить. Теперь, конечно же, нам необходимо определиться с рисунком, который будет декорировать ключницу. Все просто. Вы идете в магазин и выбираете те салфетки, да-да, вы не ослышались, именно просто обычные столовые бумажные салфетки, которые вам нравятся по расцветке. Я выбрала вот такие два варианта. Ну и поскольку вещаем мы из Украины, разумеется, мне хочется остановиться на салфетке с маками. Так, что делаем дальше? Раскладываем салфеточку. Так, и отрезаем от нее тот участок, который планируем наносить на ключницу. Это может быть квадрат, это может быть просто головка мака, это может быть мак и несколько его бутонов, как угодно. Я сейчас хотела бы вырезать квадрат и дальше работать с ним. Поехали! Оп! Аккуратненько отрезаем, но если вдруг какой-то краешек разорвется или будет отрезан немножко кривовато, я чуть попозже покажу вам, как это все можно исправить. Теперь важный момент. Мы определились с рисунком, с его габаритами, но мы не можем работать с этой салфеткой до того момента, пока не снимем с нее лишние слои. Какие лишние слои, скажете вы? А я вам объясню. Смотрите, если вот так вот салфеточку немножко потереть, станет понятно, сколько в ней слоев. Видите? У нас здесь два белых и один цветной. Так вот наша задача аккуратненько, ювелирненько вот этот цветной слой забрать. С ним и будем работать. А два белых мы оставляем, они нам не нужны. Поехали. Вот. Давайте приложим салфетку к ключнице и увидим, как это все будет выглядеть. И вот так вот мы нанесем декупаж. Дальше, как мы действуем? Берем любую прозрачную бумагу или пленку, но главное, чтобы она была такая упругая, видите, она держит форму. Кстати, хороший вариант, это обычный файлик для офисной бумаги от четвертого формата. Теперь накладываем сюда салфетку рисунок, но таким образом, чтобы лицо салфетки соприкасалось с файликом. Так, берем кисточку, воду и аккуратненько кисточкой наносим. Помним, что салфетка очень-очень нежная у нас, поэтому стараемся действительно сделать это максимально аккуратно и ювелирно. Сейчас еще один лайфхак покажу. Можем действовать не кисточкой, а пальцами. Так проще регулировать количество воды. И вот так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, теперь вместе с пленочкой поднимаем нашу салфеточку. Гляньте, понимаете, зачем это все было? Теперь вы понимаете, зачем была пленка? Если бы не она, салфетка просто бы расползлась, и мы не смогли бы ее перенести на ключницу. Берем ключницу. То есть произошло не так, как мы надеялись. Я надеялась, что салфетка не разорвется, но она оп и разорвалась. И я, кстати говоря, рада, что это случилось, потому что у меня есть возможность показать вам, как исправить эту ситуацию. Берем в руки кисточку, слегка смачиваем ее водой и аккуратно этой кисточкой с файлика снимаем салфеточку. Все, поехали дальше работать. Так, пожалуйста, больше не рвись, прошу тебя, больше не рвись. Оп, и снова прилепилась. Так, снова же кисточкой мы помогаем себе. Аккуратно, аккуратно снимаем файлик. О, есть! Не поверите, но половина работы уже сделана. Ну, а теперь нам нужна кисточка, наши пальцы, вода и много-много терпения. Начинаем выравнивать салфеточку. Так, у нас есть, видите, вот два участка, где есть разрывы. Просто кисточку, смачиваем водичку. И вот так вот потихонечку затягиваем эту всю историю. Можем вот так немножко ее, оп, поднять. И вот так теперь кисточкой легонечко поглаживаем выпускать весь воздух. И водичкой опять же разглаживаем все места, где у нас есть складочки или, возможно, какие-то бугорки. Если вам будет удобнее делать это руками, пожалуйста, пальцами действительно иногда работать легче всего. В том числе и ровнять салфетку. Итак, друзья, смотрите, рисунок мы разместили. Я буду говорить очень быстро, потому что нельзя допустить, чтобы салфетка высохла. Иначе снова придется ее увлажнять. Почему? Потому что пока она вот в таком влажном состоянии, она на ключнице держится. Причем держится достаточно хорошо. Я даже могу вот так вот дверку открыть, видите? Но сейчас нам необходимо взять кисточку, взять клей и быстро, 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 но очень аккуратно вскрыть сверху все клеем. Поехали. Клей нужен специальный. Он так и называется для декупажа. Если не сможете найти сами, просто попросите помощи у консультанта в магазине для рукоделия. Берем широкую кисточку и с серединки картинки, это важно, с серединки, начинаем покрывать. Почему важно двигаться от середины к краям? Потому что таким образом вы сможете все какие-то микроскладочки, которые остались, разровнять. Главное, не сильно надавливайте на кисть, потому что мы же помним, с каким-то нюсеньким материалом мы работаем. Если вы ходите клеем за края салфетки, не переживайте. Иногда так даже лучше. Салфетка будет отлично закреплена, а сам клей все равно в результате не будет виден. Сейчас увидите почему. Итак, рисунок у нас уже хорошо закреплен на ключнице. И теперь нам необходимо исправить некоторые грехи и добавить дополнительной художественности нашему декору. Что мы будем делать? Я заблаговременно подобрала краски, которые, по идее, смешав, можно попасть плюс-минус в оттенок фона нашего рисунка. Смотрите, есть вот такой зеленый, мы наносим его на палитру и немножко его забелим. Смешиваем кисточкой и посмотрим, какой цвет получим. И чуть-чуть-чуть нужно нам эту краску сделать не настолько свежей и яркой, поэтому мы добавим буквально капельку черного. Ой, капелька не получилась, поэтому мы все смешивать не будем. Берем небольшую кисточку, снимаем остаток, чтобы не испортить то, что мы уже сделали. И подмешиваем вот только чуть-чуть. Оп. О, это уже больше похоже на правду. Можем еще чуть-чуть подтемнить. И переборщили. Знаете, когда пытаешься попасть в цвет, конечно, всегда есть вероятность того, что будешь это делать долго-долго. Я работаю акрилом, кстати. Так что вы тоже можете пользоваться этим видом краски. Ее можно найти в любом художественном магазине. Вот, смотрите, я довольна уже. Дальше есть несколько вариантов. Можно работать кистью, но я обожаю в таких вариантах использовать спонж. Берем спонжик. Макаем его сюда. И начинаем смывать вот этот четкий контур между основой и рисунком. Где-то сильнее нажимаем, где-то слабее. Но не забываем, что нам нужно создать эффект, как будто бы это все просто вот такая большая общая картина. А внутри, в центре, маки. Таким образом заполняем краской все белые участки крышки ключницы. А теперь, смотрите, важный момент. Мы будем убирать следы преступления. Вот здесь вот у нас два раза была надорвана салфетка. Что мы делаем? Правильно. Просто спонжиком вот так вот аккуратненько. Оп. Оп. И кто теперь скажет, что здесь у нас что-то было не так? Никто. Красивенная картина. Создавая этот предмет декора, мы можем очень много этапов проходить без инструментов, а просто пальцами. Тактильно. А ведь ощущения наши тактильные. И прикосновения — это то, с чем человек сталкивается, как только появляется на свет. Это язык тела, которым мы владеем от рождения, но со временем можем забывать о его важности. Вот создавая эту ключницу, получаем дополнительную пользу. Прислушайтесь к себе. Какие ощущения у вас возникают, когда прикасаетесь к дереву, бумаге, прохладной воде, ворсистым кистям, пористому спонжу. Когда мы понимаем собственные ощущения, получаем возможность найти дополнительные источники энергии, которые будут нас поддерживать и помогать подзарядить батарейки. Итак, друзья, мы с вами сегодня создали вот такую прекрасную ключницу при помощи техники Декупаж. Конечно же, у нас с вами могут не совпадать вкусы. Вы можете выбрать абсолютно другой рисунок, абсолютно другую цветовую гамму для этой техники. Для меня главное следующее, чтобы после просмотра этой программы вы четко понимали, шаг за шагом, как воплощать в жизнь технику Декупаж. А потом создавали вот такие милые вещицы, радовали ими себя, вкладывали в них, в это творчество, свою душу и, возможно, дарили своим близким. Редактор субтитров А.Семкин